Неспроста Под нами югорская земля. Для меня это первое знакомство, а для Вагита Олег Первого здесь прошла жизнь. В прошлом первый заместитель министра Союза, ныне президент самой крупной нефтяной компании Лукол. Но не о планах и наградах вспоминал он. Мы говорили о людях. А тех, кого мы называем просто нефтяники. Освоение Западной Сибири. Это вот та аура, когда все жили общиной, когда все знали, кто что кушает сегодня за завтраком, кто кушает за ужином, когда жили все вагончиках в тяжелейших условиях. У людей был такой внутренний подъем. Вот в Западной Сибири слова национальности не было. Там делились люди на две качества. Порядочные и непорядочные. Это точно была нация. Одни порядочные были, другие непорядочные. Эти кадры хроники знакомы нам с детства по киножурналам, которые часто показывали перед сеансами в кинотеатрах. Тогда нам всем казалось, что Сибирь – это только нефть, газ, трудовые подвиги людей, романтика тайги, большие деньги, победы, знамена, ордена. Мы мало знали об этой земле. И еще меньше о людях, которые здесь жили и живут. Сегодня нам было важно увидеть, услышать людей, тех, кого называют ханты, манси, тех, кто осваивал Сибирь. Сюда ссылали людей. Она, по-моему, не только мне, она всем уже от революции надоела. Хочется нормально просто жить, работать и что-то делать. Строить больницы, дома, дороги. И несмотря на все политические страсти, город строится. Растут жилые кварталы, строится больница, международный аэропорт, начиная со строительства биатлонного комплекса для Олимпийских игр. А это уникальная стройка школы-интерната для одаренных детей Севера. Скажите, вот вы собой, как человеком и как мэром, довольны? Трудно сказать. Ровно 900 лет назад в новгородских летописях есть первые упоминания о югорской земле. Жизнь здесь была всегда, и когда сюда пришли новгородские смельчаки, когда на землю игры ворвались казачьи отряды Ермака, ее размеренный мудрый уклад был таинственен. Образование национальных округов помогло народам Севера сохранить себя, хотя, конечно, это время не прошло без потери. Детская писательница Анна Конькова. В народе бабушка Анны. Да ну ладно, за эти годы вспомнить уж ничего нельзя. Ничего, ничего хорошего не было. Ничего, 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 ничего. Карточная система, трое детей. Да вы что? Это зуб мой. Я никому не пожелаю такой жизни. Никому не пожелаю. А вот когда я читаю ваши сказки, вот я их так полистал, почитал. Веселые. Потому что человек-то веселый, смотрите, какая улыбка замечательная. Конечно. Почему не веселый-то? Ну, нельзя же все время коревать-то, плакать. Правда, что ваши сказки даже больше бабушки и дедушки на ночь читают, мне сказали? Да, так вот они и благодарят меня. Вот как увидят старушки-то. Ой, спасибо тебе за сказки-то, говорит. Я так мучилась спать, не могу, не могу. Куда сон девался? Как не могу уснуть, так и читаю твои сказки. Читаю, читаю и усну. Если бы все так вот благодарили, и всем бы они нужны-то были, да хорошо ведь было бы. А кто ее знает, кому они нужны, кому и не нужны. И сказки-то ведь забываю. И вот ведь сейчас уж стихи учу, чтобы только память-то у меня хорошо работала-то, знаете. Сейчас стихотворение вам расскажу. И вот, может быть, вы скажете, какого поэта. А я не скажу, какого поэта. Память-то худая. Я так вот сейчас. Надо разливать, чтобы не забывало ничего. Ой. Так и не вспомнили мы с бабушкой Анастисией. А на прощание она мне сказала. Знаете, сказки люди помнят, детям читают. Значит, они живы. И я с ними буду жить долго-долго. Так что приезжайте, почитаем. А от телефонных звонков, кабинетной суеты и приемов с губернатором округа Александром Филипенко мы удалились в лес. Много дискуссий по поводу построения действительно федеративных отношений, по поводу переноса центра тяжести всех реформ на места. Вот это, по-моему, единственное, что нам вместе удалось. Центр тяжести мы перенесли. Теперь надо еще чем-то его подкрепить. Серьезно подкрепить. Потому что здесь достаточно часто начинается невнятница. И вот этот процесс уточнения, кто есть, кто, кто, что должен делать и кто за что должен отвечать, он еще идет. Вы-то уже сами для себя знаете, что вы должны делать и за что вы должны отвечать? Я знаю одно, что я отвечаю за все. Вот вы за власть когда-нибудь хватались? Знаете, ну надо быть искренним, да? Когда общаешься. Тем более на природе, да еще в Сибири. Поэтому я искренне скажу, что, в общем, наверное, я не человек достижений каких-то. Можно, конечно, шагать через год, через два, меняя обстановку, должность и еще чего-то. И все время вверх и вверх. Но осознание пришло другого, что, может быть, более ценно что-то сделать где-то, задержавшись. Для того, чтобы можно было не вспоминать вот мелькающие портфели в руке или там кресла и что-то еще, а вот с удовольствием, конечно, и с гордостью, может быть, вспоминать, что вот к этому ты причастен. Это сделали. И вот это, я должен сказать, что уже достаточно давно меня останавливает. Даже когда мне делают на раз какое-то резкое предложение, я все-таки вспоминаю. А, либо я что-то обещал уже, людям надо бы отрабатывать эти обещания. А больше даже то, что вот опять что-то там мы не доделали. И вот это надо доделать. В чем не грешен, это как раз в таких вот быстрых, смелых решениях. Надо постепенно спешить, да? Нет, надо вдумчиво. Надо вдумчиво. Спешить, но вдумчиво. Есть в Ханты-Мансийском округе поэт, писатель, народный шаман Юван Шестанов. Хотя многие его считают и странным, и взгляды его на жизнь, и рассуждения, но слушают и советуются. Многое предсказывал, многое сбылось. Человеку надержимый пишет стихи, автор романов о жизни хантов и манси, философ. Мы сидели с ним в чуме у костра, и я слушал его с восторгом, принимая многое на веру. Время от времени будут потрясения. Они должны быть потрясения. Они будут потрясения. Не много ли потрясений на нашу страну? Россия есть страна водолея. И сейчас земля входит в систему водолея. И тот, кто сейчас водолей, мы должны сбросить все, что было многой. Называются они реформами. Все. Ельцин человек водолея. И он призван божественными, разумными силами свыше, призван своим буйным водолейным характером потрясти землю и начать строить новую, другую жизнь на земле. Насколько я ему удастся, строитель, не знаю, но потрясение он сделал. И не одно. Вот если он это познает, он пойдет, будет слушать себя, во-первых, свою буйную душу, слушать. Они таких, около него, которые крутятся, много, портят ему. Тогда мы можем нащупать космическую дорогу. Россия на пути космических преобразований в век апокалипсиса может стать страной-спасительницей Земли. Сами-то вы что для себя поняли в этой жизни? Личный опыт как раз к этому привел. Дедушка что говорил. И все сбывается. Вы всегда верили в то, что говорил дедушке? Он говорил, отец мой коммунист, председатель колхоза, из-за него, наверное, мы умрем, но ты с ним не борись. Коммунисты говорят, как Буран. Буран пришел, Буран ушел. А сам живет по-своему. А вот по-своему это как? Ну, у меня просто поэтическая независимость. Поэт больше чувствует. Это не мое открытие, там, Гёте. Это чувствует очень важные вещи. Тогда что вы чувствуете? Ну, жизнь пойдет по руслу истинной. Жизнь победит все равно водолей. Это невозможно. Меня очень волнует, что все захотели стать президентами. Это невозможно всем. И вдруг они ощутили свободу. Это люди оказались, ну, не готовы нравственно. Нельзя, невозможно всем быть царями. Невозможно всем быть реформаторами. В холода, в холода. Еще часто в нашей экспедиции по Егорской земле я вспоминал нашу встречу с Юваном. Что мы все суетимся, делим власть, боремся, воюем. Ради чего? Зачем? В холода, в холода. Смело, товарищи, в ногу. Духом отрели. Мы приехали в Сургут 1 мая, чтобы встретиться с мэром Александром Сидоровым. Но в его кабинете было шумно. Напротив окон шел митинг коммунистов. И мы выбрали тихое место. Говорят, что за Ельцова не надо голосовать. Мы сегодня ходили, там, слушали. Все говорили, что надо за Зюганова голосовать. Ну, и Больман, ты такая хорошая, ты политикой занимаешься. Трудовой народ сейчас не в почете. Не мы забыли, как смотрели выдающихся наших, трудящихся, Паша Нелина, всех наших, Юрия, Ария и так далее. Наверное, память человеческая так устроена, что многое из того, что было худо, трудно, мы забываем. Память не сохраняет. А что-то светлое, теплое остается. Где, блядь, где записаться, где записаться? Приезжайте к родителям, там, отец или мастер говорит, ну, что ж ты, мэр, вот мы и так, учат, вообще там, советуют. Ну, а как же. Что говорит-то? Ну, у меня есть один простой довод, который он побить не может. Ты откровенно скажи, вот, твои дети живут лучше, чем ты жил сегодня? Он говорит, да, лучше. Я говорю, а внуки? Он говорит, да, лучше. Так ты хочешь, чтобы мы вернулись, и чтобы они опять прошли твой путь, и все то, что ты сейчас ностальгически вспоминаешь, испытали на себе? Или ты хочешь, чтобы они все-таки жили, как они живут сегодня, а завтра еще лучше, а их дети еще лучше? Да, конечно, хочу. Вот, собственно, этот аргумент не побиваем. Все-таки убедили отца? Ну, что такое убедил? Сегодня в чем-то убедил, завтра в чем-то. Вновь придется убеждать. А говорили, что Жириновский слегка ветром. Ага. Только от вас правду и узнаешь. Мы построили город в этом диком краю. Кедры высятся стройные, как солдаты строют. Это был наш экзамен сквозь метели пургут. Да, это был нелегкий экзамен для молодых строителей. Но он, собственно, и продолжается. Быть Нижневартовску большим городом нефтяников. Между этими кадрами 20 лет жизни. Сегодня говорят, будет жить Самотлор, будет жить Нижневартовск. Многие утверждают, что Самотлор – это уже прошлое, героическое, но прошлое. Но как же люди, те, кто здесь жил, кто родился? Для них это не месторождение, а Родина. Открытие памятником покорителям Самотлора. Эти торжественные кадры канули в лето. Сегодня даже факел над ним не горит. Прообразом памятника был известный нефтяник-бурильщик Федор Митрусенко. Это открытие памятника-то, вы помните? Да, конечно. Ну и как тут было-то? Кстати, это сам... В то время я был на вахте, стоял, я не был здесь. Надо было меня подменить. Ну, как-то я... Большая аудитория здесь была, знаете, как-то... Я постеснялся и ушел на работу. Вот она второй день была. Самотлор все-таки выживет, может опять подняться с тем Самотлором? Обязательно выживет. Подлечим мы его сейчас. Больной он сильно, конечно. Много ему досталось. И нефть пошла, мы по болотам рыская. Не на пол-литра выиграли спор. Тюмень, Сибирь, земля ханты-мансийская. Сквозила нефтью из открытых пор. Моряк, с которым столько переругана. Не помню уж, с какого корабля. Земля, все перепутал и кричал испуганно. Земля, глядите, братики, земля. Что же должно все-таки, вот на ваш взгляд, Юрий Михайлович, что должно произойти, чтобы это все встряхнуть, чтобы перевернуть все там, не знаю, с головы на ноги? Ну, это должно быть, ну, наверное, перетряхивать-то уже и не стоит. Просто нужно, как говорится, создать условия. Ну, об этом много сегодня говорят. Нужно создать условия стимулирующего производителя на хорошую работу. Свет в конце туннеля, видите? Нет, света нет. Это точно. Света нет. Но я еще раз говорю, во что верю, сам не знаю. Может быть. Тогда что же вас заставляет? Сидеть в этом кресле, с утра до вечера сидеть в кабинете, делать звонки, ездить, что-то добиваться, что-то пробивать? Душить-то надо. Ну, просто лечь, что, и до свидания. Зачем? Вот уж истинный сибирский дух. Тебя глушат, ставят преграды, а ты идешь на пролом, несмотря на все трудности, проблемы спада производства. Будто всем назло, вопреки налогам, цифрам, спадам, бурят камни в землю, бурят и вытаскивают нефть. Такой уж у него характер. Я бы не сказал так, что однозначно, что все опустили руки, что опустили головы, что, значит, пропал даже азарт. Да, может быть, такого, что ли, вдохновения нету по сравнению с тем, что было 15-20 лет назад. Остаются мужики, которые так по жизни оптимисты, даже если их на веселье суповести, то они, значит, будут еще надеяться на что-то лучше, чтобы все закончится благополучно. Так что, слава богу, что есть такие мужики. И таких, как Камнев, еще много. Значит, все-таки еще живем, значит, делаем и, наверное, сделаем. Будет самотлор, будет Нижний Вартовский. Все кричат нефть, нефть. Я говорю, подумаешь, нефть, у нас столько глины здесь, что можно еще делать целое производство. И все просто надо учить людей. Нефть-то когда-то закончится. Будем любить игрушку, вы Нижний Вартовский на фоне. Художник Ирина Волошина приехала в Нижний Вартовск недавно. И то ли от скуки, то ли от желания выразить себя создала целую фабрику глиняных игрушек, которые уже сегодня украшают выставочные залы не только в России, но и за рубежом. А все-таки больше всего я люблю лепить. Это цветы, куклы куклами. Я считаю цветы... Знаете, в самом начале, когда я сделала первую свою выставку, у меня было... Цветы, цветы, они дают мне силы, что моя жизнь идет совсем не зря. Должно уже в жизни что-то быть красивым. Цветы и лекари, они друзья. Когда букет цветов на холст я собираю, каким прекрасным вижу этот мир. Цветы, как чувства, все перебираю. Пусть красота спасет меня и мир. Есть в Нижний Вартовске детская школа искусств. Здесь учат детей красоте. Но сегодня красота и деньги связаны как никогда. И не так-то просто обрести эту красоту. Но есть в Нижний Вартовске человек, управляющий филиалом Западно-Сибирского банка, который помог. Я с детства как-то был очень близок к театру, к поэзии, к музыке. И, видимо, это до сих пор сказывается. То есть это потребность души. Я участвую в меценатской помощи маленьким детям. Потому что в настоящее время, если мы детям не поможем, то будущего у нас не будет. Сам Игорь Иванович по образованию музыкант, певец. Учился в консерватории. Но вместо сцены оперного театра – кабинет банкира. Но может это и хорошо, зато сколько талантов вырастет в школе для просто умных, порядочных людей, которые знают слово «красота». Видимо, русский человек вообще не может практически без просвета жить. Он запьет или в петлю полезет. Поэтому, наверное, просвет обязательно видится. Надо просто быть самим собой и делать честно свое дело. Другого не дано. Ну-ну, что же ты, малыш, плачешь? Все сказки всегда заканчиваются хорошо. Так что вытри слезы, а я расскажу тебе еще одно. Это сказка про город, который находится в твоей Сибири. Город Когалы. Десять лет назад это слово было известно немногим. Огромные болота и жить здесь людям было невозможно. И не даром ханты назвали его Когалым. В переводе – это гиблое место. Но получилось все, как в сказке о гадком упенке, который превратился в прекрасную птицу. Вот видишь, здесь строятся мусульманские мечети. А рядом, всего в нескольких метрах, православный храм. Строили город всем миром. Русские, латыши, азербайджанцы, эстонцы, башкиры, литовцы и даже турки. Здесь все сделано для жизни людей. Школы, дворцы спорта, бассейны, магазины, даже свое телевидение. Здесь живут люди, живут по человеческим законам, создавая и получая. И себя я называю, это не просто сибиряки. И с гордостью говорят, мы из Когалыма. Пролетая над городом, я думал, вот если бы вся наша страна по духу была таким маленьким Когалымом. Для меня это город солнца, вы понимаете, это город радости. Ну что вы спрашиваете, человека, который, ну, с первых дней там был, и где лучшие годы, я считаю, в своей жизни прожил. Вы его строили, начинали. Как Петр Первый, Питер, вы Когалым. И я, мы. Мы его начинали, мы его строили, и мы там прожили самые лучшие свои годы. И поневоле, когда человек вспоминает прошлое, он вспоминает только хорошее. Он не вспоминает трудности, не вспоминает вагончики, в которых жили и в том числе и я. Этого не вспоминается никогда. Как и мы сейчас говорят многие пожилые люди, как мы хорошо жили. Конечно, мы вспоминаем только лучше. И сегодня это город, это воплощение и настоящим. Вы человек, у которого есть уже все. А что вам еще от жизни надо? Вот что? Я человека не видел такого, кто сказал, что у меня есть все. А чего это не? Наверное, да. То есть, многое есть. Знаете, в чем дело? Что мне хочется? Откровенно. Мне хочется, чтобы нестинная компания Лукойла действительно стала мировым лидером. Я говорю только о компании, понимаете, в чем дело? Я не говорю о тебе лично. Потому что президентов у Лукойла будет десятки, сотни. Лукойл создан не на один год, не на пять лет. Он создан на столице. Сегодня Лукойл одна из первых нефтяных компаний не только в России, но и на мировом нефтяном рынке. От буровой до автозаправки диапазон компаний. Вертикально интегрированная компания Лукойл. Это сочетание слов может быть понятно больше профессионалам-нефтяникам. Но что понятно всем это то, что здесь работают люди. Люди, которые знают, что они хотят. Они знают эту дорогу вперед. А этого так не хватает сегодня многим. Понимать, куда ты идешь. Под нами Евгодская земля. Я здесь был первый раз и понял самое главное то, о чем мне говорил Вагитарик Перв. Вот в Западной Сибири слова национальности не было. Там делились люди на две качества. Порядочный и непорядочный. Простые два слова. Порядочный и непорядочный. А в них вся наша жизнь и все наши беды. Новых встреч нам и новых друзей. Будто с нами беда, Будто с ними теплей. Как бы не было нам хорошо иногда возвращаемся мы по домам. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...